здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем говорить о местоимениях о местоимениях которые являются очень важной частью языка это не личные местоимения в роли прямого и косвенного дополнения о чем сегодня пойдет речь в прошлом году мы тоже затрагивали эту тему к сожалению эта тема всегда регулярно встречается в заданиях олимпиады абсолютно разных этапов даже всех этапов я бы сказала давайте начнем что такое прямые косвенные дополнения мы сегодня говорим с вами о местоимениях которые могут заменять какое-то существительное местоимение да ими собственное что угодно отвечающие на вопросы прямых дополнения кого что прономить и косвенное дополнение прономить на вопрос кому чему и так то есть эти местоимения мы будем переводить следующим образом ми будет меня тебя его ее вас вежливая форма с большой буквы нас вас их мужскор от ножное число их мужскор от женской женский род на множественное число и у нас еще есть там ли леда этот форма дополнительной такой как бы подчеркивание вежливости да то есть форма декортизия плюрале то есть когда мы хотим обратиться к кому-то они да то есть их когда мы хотим подчеркнуть свое какое-то почтительное отношение и мы можем с большой буквы использовать ли и леда то есть их опять-таки мужскор от ножного числа лэ их женский род ножного числа и также у нас есть тут частичка не партитиву они мы поговорим чуть позже ним ее мы однозначно не переведем поэтому продолжим позже а и косвенное дополнение до отвечающие на вопрос дательного падежа кому чему то есть ими мне тебе ему ей лэ с большой буквы это у нас вам с большой буквы чей нам вива льи 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 лоро что же это все такое да то есть мы с вами можем использовать как формуле так форму лоро для обозначения им поговорим тоже об этом чуть чуть попозже если у нас нет какого-то соединения да то есть можно спокойно в принципе использовать форму лоро льи у нас будет фигурировать уже в соединении прямого и косвенного дополнения мы об этом тоже чуть позже поговорим никакой частичности здесь нет не партитива здесь отсутствует и так разберем например и пронуми дирейти сиузы но куанду нелла фразы лоджетто и дирейтто сэнца нэсуна препозиционы то есть прямые дополнения используются когда во фразе да у нас идет вопрос как я уже сказал от кого винительного падежа кого что то есть прямое дополнение без какого-либо местоимения но и манджаму спесо ла паста мы едим часто но и ла манджаму спесо мы ее едим часто то есть вот у нас было прямое дополнение ла паста что женский род единственное числа поэтому мы заменили ее на формула далее но иманджаму спесо Кальпаны. Мы часто едим хлеб. Хлеб у нас уже мужской род единственного числа, но и ломанджамо спесо. И пронуми инди-рейти, да? Косвенные дополнения уже будут использоваться тогда, когда мы хотим заменить какое-то существительное местоимение, имя собственное, с предлогом А. Казу дативу, дательный падеж. Завтра мы позвоним Франке. Конечно же, мы знаем, что мы не переводим, не склоняем имена зарубежные, да? В иностранных фразах, да? То есть, даже когда мы переводим на русский язык, мы, как правило, не склоняем имена. Но это я делаю намеренно, чтобы показать вам, да, как будет переводиться. То есть, завтра мы позвоним Франке. Ей. Кому? Домани ле телефонерему. Домани телефонерему а Франко. Завтра мы позвоним Франку. Это уже мужчина, да, единственное число, поэтому мы меняем на ли. Домани ле телефонерему. Поговорим с вами о месте, да, о позиции прямых и косвенных дополнений. Чаще всего, когда у нас идет личная форма глагола, то есть, глагол у нас спрягается, мы ставим прямое или косвенное дополнение перед глаголом, да? То есть, как мы видели с вами на примерах вот предыдущего слайда. Однако, у нас есть случаи, когда мы будем ставить в конец инфинитива. Когда это будет? Когда у нас будет какое-то словосочетание, которое у нас работает из двух глаголов. Первый у нас будет в личной форме употребляться, а последующий глагол мы используем в инфинитиве. И здесь работает правило, как с возвратными частицами, ну и, в принципе, с очень многими какими-то моментами, да. Когда у нас есть инфинитив, мы ставим в конец, в данном случае, прямое или косвенное дополнение. E' interessante l'italiano. Mi piace molto studiarlo. Итальянский язык очень интересно, да, то есть, мне нравится изучать его. Вот это вот lo, да, у нас заменило l'italiano, так как studiarlo. Mi piace studiarlo, мы поставили в конец. Безусловно, в данном случае мы будем писать слитно с этим инфинитивом. E' stata una buona idea avermi presentato l'uchia. Это была прекрасная идея, да, то есть, представить меня лучей. То есть, avermi presentato l'uchia. Здесь у нас употребляется инфинитив прошедшего времени, но тем не менее, да, то есть, мы вот пьют avermi presentato. То есть, здесь у нас в инфинитиве употребляется первый, да, вспомогательный глагол. Поэтому мы поставили mi в конец avermi. Laura e'ofeza sarebbe meglio telefonarle subito. Laura abidilas. Было бы лучше, да, то есть, было бы замечательно позвонить ей сразу же. Вот у нас это le, да, кому? A Laura. В голове мы мысленно держим, что это a Laura. И так же работает у нас инфинитив прошедшего времени, да, то есть, infinito composto. Dopo verle telefonato Laura sia calmata. То есть, после того, как позвонили ей, опять-таки, Laura успокоилась. И здесь у нас идёт пример уже соединений, да, то есть, мы к этому вернёмся чуть позже. Молодец! Ты был очень смелым и отважным, сказав ей это. Здесь у нас идёт соединение и прямого, и косвенного. Позиция соединений не меняется. Точно так же, если глагол в личной форме, мы будем ставить перед. Если глагол у нас потребляется в инфинитиве, как в данном случае diere, мы ставим в конец этого инфинитива, пишем слитно с ним. Secondo me stato un errore a verle il detto. Да, то есть, по моему мнению, это была ошибка сказать ему это. Продолжим. Ne partitivo, да, что же это такое, да? А не partitivo, не, помимо того, что она может быть наречной частицей, да, выполнять какие-то другие функции, также мы используем её в роли прямого дополнения. И это здесь будет иметь оттенок частичности, то есть части из какого-то большого количества. Это будет всегда касаться каких-то неисчисляемых существительных, да, то есть, когда мы хотим заменить опять-таки это, его, её, их. Но речь именно идёт о количестве. Давайте рассмотрим примеры. Да, я его весь съем, то есть, его весь съем, целиком, то есть, мы не выделяем некое количество. Если же мы хотим сказать немного, два куска, три батона и так далее, да, то есть, у нас какое-либо количество, но не manjo un po. То есть, нет, я из него, из этого хлеба, из общего количества съем немного. То есть, мы хотим выделить, да, какую-то частичку. Но, но не manjo a fatu. Нет, я его совсем и не буду есть. То есть, я из него, да, из этого количества нисколько не съем. То же самое мы видим с примерами женского рода. Manjo tutta, coi la pasta. Silla manjo tutta. Но, но не manjo un po. Но, не manjo un po, прошу прощения. Но, но не manjo a fatu. И то же самое вы видите с множественным числом мужского рода и женского рода. По сути, нам не, она как бы унифицирует все эти прямые дополнения. Она не уточняет ни род, ни число. Единственный момент, на который стоит обратить внимание. Если мы используем, да, например, вот un po, конечно, у нас не согласуется. Но если вместо un po мы хотим сказать какое-то, например, прилагательное, да, то в данном случае это прилагательное будет согласовываться с вот этим вот прямым дополнением, которое мы держим в голове. То есть si li manjo tutta. Li. Мы в голове держим li, поэтому будет no. Ne manjo un po ni. Здесь у нас будет le, поэтому мы в голове держим женский род множественного числа. No. Ne manjo un po ni. Далее. То, о чем я, так скажем, анонсировала в прошлом видеоуроке, когда мы с вами разбирали прошедшее время. Мы сказали, что у нас согласуется причастие тех глаголов, которые будут употребляться с эссеры. То есть sonu andata, se dimagrito, chisiamu divertiti и так далее. Однако у нас есть согласование и причастие употребляющихся с avere, если выполняется три условия. Первое условие, это, конечно же, должно быть сложное время. То есть у нас, в принципе, должно быть вспомогательный глагол, то есть плюс причастие. Это все должно быть видно. То есть с чем нам согласовывать в простом времени, не с чем. А тут именно мы работаем с причастием. Почему, опять-таки, это будет касаться сугубо глаголов, которые употребляются с аверы? Потому что у нас, в принципе, с вами переходные глаголы, да, все употребляются с аверы. Ну, отсюда и вытекает это правило. Это первое условие. То есть должно быть сложное время. Второе условие должно быть прямое дополнение. С косвенным мы не согласуем. И третье условие, это прямое дополнение должно выглядеть не вот так, не как в первом столбике. То есть просто существительное идет. А именно в форме личного местоимения. То есть когда мы уже заменили. Это прямое дополнение личным местоимения. То есть по компрату он либро. В данном случае у нас выполняются первые два условия. У нас есть сложное время, есть прямое дополнение. Но мы ничего не согласуем. Или о компрату он опенна. Мы не говорим о компрата он опенна. Нет. А если мы уже трансформируем с вами это прямое дополнение в личное местоимение. То есть то, что мы с вами как бы сегодня изучаем. Ло, ла, ли, лэ и так далее. Тут уже мы согласуем окончание причастия. Даже если мы усекаем. То есть у нас ло, ла будет усекаться с глаголом авера или с любым другим глаголом, который начинается с гласной буквы. Но окончание будет уже у нас показывать. Что тут скрыто? Что мы заменили? О компрату он либро. Ло компрату. О компрату он опенна. Ло компрата. О компрату дей либри. Ли о компратии. О компрату дале пенны. Ли о компрате. О скрыто он артикуло. Теперь приходим к не, да, частичному. Так как не у нас это тоже прямое дополнение. И оно тоже замещает слова как единственного, так и множественного числа мужского, женского рода. Мы тут тоже будем проводить согласование. Не о скритто уно. Не о скрита уна. Да, тут у нас уже леттера. Не о скрити мольти. Не о скрите мольти. Также мы можем проводить согласование в вежливой форме. Лей, да. То есть, анну кьямато лей, сеньоры. Позвали вас, сеньор. Анну кьямато лей, сеньора. Позвали вас, сеньора. Тут у нас мужской или женский род. Но, тем не менее, в окончании мы будем видим а. Да, несмотря на то, что это вы, вежливая форма. Но так как лей у нас пересекается с местоимением она, мы будем тоже согласовывать по женскому роду. Дальше. Мы с вами вот на предыдущем слайде, да, вернемся. Увидели только вот эти ло, ла, ли, лэ, ласборча буквы. А что же делать с остальными? У нас есть еще мить, чиви. Так вот, в данном случае согласование факультативное. То есть, по вашему желанию. Хотите, согласовывайте. Не хотите, не согласовывайте. Например. Паула дичи думени камяно инвитату. Паула дичи думени камяно инвитата. То есть, Паула это девушка, поэтому не может сказать. Я приглашена, да, то есть, либо мне пригласили. То есть, мы можем согласовывать, а можем этого не делать. То же самое, Джованна, те анно инвитата а ла феста. Джованна, те анно инвитата а ла феста. И так далее. Можете нажать на паузу и, как бы, внимательно посмотреть оставшиеся примеры. Теперь мы с вами добрались, наконец, до соединенной формы, да, прономе комбинати. А здесь мы собираем в одну, да, как бы, конструкцию прямое косвенное дополнение. Ну, скорее в обратном, да, порядке. Косвенное и прямое. Почему так? Потому что на первое место у нас ставится именно косвенное дополнение. А потом уже идет прямое. Обратите внимание. Тут в скобочках у нас дается ла, ли, лэ и еще и нэ. То есть, нэ мы тоже будем соединять. И есть еще один момент важный. Практически во всех местоимениях гласное и меняется на э. Ми значит мэ, ло. Ти значит тэ. Ли у нас и не меняется, но она присоединяет к себе букву э. Ль, ло, ль, ла, да, ль, е, ли. Ль, лэ, 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 нэ. То есть, как соединительная такая, да, гласная выступает. Лэ, ей, да, то есть то же самое. Ль, ло, ль, ла, ль, ль, лэ, 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 нэ. Даже вам это с большой буквы то же самое, просто мы пишем уже как бы за главную букву. Дальше чи меняется на ч, ви на в, и опять мы видим ль, ло. То есть, очень странно, да, у нас и тут такие четыре различающиеся строчки, а все остальное будет ль, ло. Действительно, когда мы соединяем, да, используем прономы комбинато, в данном случае уже ему это, либо ей это, либо им это не будет отличаться. Все одинаковое будет. То есть, нам же проще, да, нам нужно запомнить, как бы, четыре отдельные строчки и пятую универсальную, которая подходит ко многим моментам. Куда мы ставим? Туда же, куда мы ставили порознь, да, вот эти вот местоимения. Стасера скриво на ле Тара Пьера. Сегодня вечером я напишу письмо Пьере. Стасера льела скриво. Сегодня вечером я его ей напишу. Стасера скриво на ле Тара Пьеру. Стасера льела скриво. Ничего не поменялось. И так далее И теперь у нас соединяются Вот это ла и ле Мы должны соединить И что у нас выйдет Как я говорила Ранее Если у нас глагол Уже будет употребляться В форме инфинитива То в данном случае Мы будем ставить эту конструкцию Прямое плюс косвенное дополнение Уже после глагола И писать слитно с ним Теперь Перейдем к важной теме Это повелительное наклонение Повелительное наклонение Мы не будем сейчас отдельно разбирать Это нам ни к чему Нас интересуют именно Вот эти вот прямые косвенные дополнения Куда мы их ставим? Опять у нас работает правило Возвратных частиц Если глагол употребляется В повелительной форме Например, третьего лица Единственного или множественного числа То тогда мы ставим Перед глаголом Как здесь Синьоры О, синьора Пренда и журнале Ло, пренда Синьор Либо синьора Возьмите журнал То есть его возьмите Синьоры Синьоры Скривану Альдириторе Ли Скривану Во всех остальных случаях То есть второе лицо Это Ту Ной Вой Мы ставим в конец Повелительного наклонения То есть в глаголах Повелительной форме И пишем слитно с ним Альберто Пренди ль журнале Пренди ло Альберто Возьми журнал Возьми его Рогаце Телефонямо у Серджо Телефонямо ли Позвоним ему Рогаце Дичамо туту алука Дичамо ли ло Скажем ему это Например еще То есть Чего ты ждешь С телефоном в руках Чтобы позвонить ему Сделай это сразу же Телефонали Имедиатаменты То есть позвони ему Немедленно И так далее Тут необходимо Также помнить О том что Некоторые глаголы В повелительном наклонении Вы их можете видеть Здесь В табличке Которые имеют Такую односложную Короткую форму При соединении С прямым Или косвенным дополнением Здесь согласное Вот этого Повелительного После повелительного Наклонения Согласное Прямого Или косвенного Дополнения Будет удваиваться Это будет происходить В глаголах Андаре Даре Дире Фара И старе Например Ва скола Ва чи Субито Ну здесь у нас Чи Это будет наречная частица Не совсем подходит К сегодняшней нашей теме Но очень хорошо Сюда вписывается Да Потому что у нас Тоже самая ситуация Будет Тоже самое удвоение То есть мы использовали Да Форму Дай Дамми Удвоили букву Эм Димми Квелло Кэсай Фалле Квесту Печер Ти Прегу Стало Ассентири Уминуту Экапирай То есть Короткая форма Односложная Мы удваиваем Согласную Ну у нас Также есть Отрицательная Форма В повелительном Наклонении Это больше Такой бонус Просто напомнить вам Что у нас В повелительном Наклонении Во втором лице Единственного числа Употребляется Инфинисив Во всех остальных У нас не будет Ничего меняться То есть мы будем Просто повелительное Наклонение Употреблять С приглагольной Отрицательной Частичкой Но И все Никаких проблем И конечно же Если у нас будут Косвенные Или прямые Дополнения Мы все Правила Вот эти Сохраняем То есть Нон раконтарло Не рассказывай Это То есть Так как у нас Инфинитив Будет Все будет Работать По Примеру Инфинитива Давайте еще раз С вами взглянем На эту таблицу С прямыми Косвенными Дополнениями Внимательно Рекомендую вам Выписать их Записать перевод Обязательно Выучить И использовать В своей речи Сегодня мы С вами поговорим Тоже Такой Страноведческой Части Да Это Такая у нас Декабрьский выпуск Да Поэтому Будет Предновогодний Предрождественский Выпуск Именно И Такого Страноведческого Блока В прошлом году Тоже Мы Не во время Видеоуроков Да Говорили На Отдельном Эфире Прямом Про Рождество В Италии Рождество Это Неотъемлемая Часть Как бы Итальянской Культуры Поэтому Обязательно В Олимпиадных Заданиях Тоже Могут Встречаться Какие-то Моменты Какие-то Нюансы Вот Связанные С С Этой Темой Тоже Вот Ну давайте С вами Разберем То есть Рождество У нас В принципе Празднуется В канун Да То есть Рождество Начинается Гуляние Так скажем Да Месса Обязательно В церкви Это В ночь С 24 На 25 Число Значит 24 Число Это Такой День Такой Подготовки Это Сочельник Канун Рождества В Италии В принципе Многие Собираются Уже На Праздничный Ужин 24 Числа Обязательно Это Рыбный Ужин Почему Рыбный Потому Что Как бы Католики В знак Солидарности С Малышом С ребенком Иисусом Который Должен Вот-вот Родиться Они Отказываются От мяса Ну Раньше Это Было Вот Как бы Носило Такой Характер Что Как бы Рыба Была Дешевле Гораздо Чем Мясо И То есть Как бы Католики Сдерживают Себя То есть Такой Мини Пост Устраивают Да Рыбный День Именно Из-за Того Что Мясо Было Дорогое Да То есть Как бы В принципе Было Сложнее Достать Вот Ну И Как бы Сейчас Конечно Это уже Не совсем Так Потому Что Мы Все Примерно Знаем Сколько Что Рыбные Деликатесы Стоят Гораздо Дороже Да То есть Ну Как Традиция Это Осталось Так Вот 24 Да У Нас Идет Сочельник В ночь Вот В 12 часов Ночи С 24 По 25 Декабря Наступает Вот Эта Ночь Рождества Христова И Уже 25 Числа Обязательно Все Собираются За семейными Обедами Вот Начинают С обеда То есть Застолье И Выкатываются Из-за стола Уже Вечером В лучшем Случа 25 Числа А то И конечно 26 Вот 26 Тоже Как бы Часть Рождества Тоже Они Обязательно Ходят В гости Уже Друг К другу Там К дядям К тетям Если Как бы Сам Рождественский Обед 25 Числа Они Стараются Находиться Все-таки Дома Собираются Большой Семьей У бабушек У дедушек Отмечают Все Вместе То 26 Уже Они Могут Ходить В гости Друг 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 Итак Какие Атрибуты Рождества И названия Их Ну Конечно Желка Если у нас Это Новогодняя Елка В Италии Это Альберо Ди Натали То есть Рождественское Дерево Также Дед Мороз Да У них Никак Не связан С Новым Годом Это Баба Натали То есть Рождественский Папа Да Слово Баба У нас Это Одно Из таких Устаревших Форм Обозначающих Папу В каких-то Регионах Конечно Это и сейчас Используется Особенно В южных Но В основном Как бы Используют Конечно же И Папа И Патри Так вот Баба Натали Это у нас Дед Мороз Естественно Как и во всем мире В начале декабря Города Украшаются Там Уже Как бы Такая Повсюду Чувствуется Предрождественская Лихорадка И одним Из таких Показателей Является Меркотину Натали То есть Рождественская Ярмарка Вы сейчас Видите на фото Один из вариантов В таком Наверное Уже Предгорном Да Снежном Каком-то Регионе В центре Города На главной площади На одной Из главных площадей Если это большой город Если они маленькие То есть Там одна В принципе площадь Будет такая Основная Да Центральная Устраиваются Ярмарки То есть Ставятся Такие Одинаковые Палатки Домики Да И в них Продается Все что угодно То есть Это и продукты питания И сыры И колбасы Да Какие-то сладости Обязательно Рождественские Но также Это могут быть Конечно же Игрушки Украшения Для дома Очень часто Это Нефабричные Естественно Какие-то игрушки Это Игрушки Ручной работы Какие-то Декоративные элементы Это Это Неотъемлемый Атрибут Рождества Когда Ярмарки Уже в начале Декабря Начинают Функционировать И Обязательно Люди Стараются Их посетить Конечно же Там есть Небольшие Кафешки В которых Можно согреться Перекусить Покушать И насладиться Еще и Такой Кулинарной Традицией Еще один Атрибут Рождества Это Презепио Либо Презепи Два названия Возначают Одно и то же Это В переводе На русский язык Вертеп Либо Рождественские Ясли Что это такое? Итальянцы В домах Обязательно В церквях Ставят Такие Как бы Фигурки Да Такий Небольшой Уголочек Оформляют Символизирующие Вот эти Сцены Рождения Христа То есть Там Присутствуют Такие Библейские Персонажи Да И вот Как бы Такие Игрушками Обозначается Вот этот Процесс Да То есть Ночь Рождение Иисуса В домах Это могут быть Какие-то Конечно Небольшие Да Могут Уголочки В церквях Или В каких-то Общественных Учреждениях Это уже Такие Крупные Бывают То есть Там На Несколько Метров Располагаются Вот эти Фигурки Основными Конечно Да Персонажами Там Обязательно Дева Мария Животные Да Как бы И волхвы И так далее Все Библейские Персонажи Есть Такое Еще Понятие Как Презепью Вивенты Это Живые Ясли То есть Живой Вертеп Во многих Городах Италии Где-то Это Прямо Очень Знаменитый Как Фестиваль Такой Даже Рождественский Проходит То есть Прямо Перед Рождеством Там За пару Недель Жители Города Это Непрофессиональные Актеры Чаще Всего Переодеваются Точно Так же В персонажи Библейских Мотивов Изображают Эти Сцены Рождение Иисуса Естественно Чаще всего Куклу Используют В виде Младенца И Персонажи Выполняют Каждый Свою роль Которые Хорошо Прописаны В Библии Очень Часто Это Достигает Крупных Масштабов Перед Рождеством Не только Эту Сцену В В такой Как бы Некой Пещере Соломой В такой Именно Библейской Тематике Но и Весь Город Он Как будто Преображается И становится Таким Древним Старинным Очень Часто Изображают Какие-то Ремесла Того Времени Отказываются Во многих Городах Даже От света Электрического То есть Там Где-то Факел Просто Освещают Путь То есть Весь Город Как будто Погружается В эту Атмосферу В времена Рождения Иисуса Вот А теперь Что касается Кухни Как я сказала 24 числа Это Обязательно Рыбные Блюда То есть Там Нет Мяса Курицы А уже 25 числа То есть Это уже Как бы Все зависит От региона Меняются Традиционные Блюда Из города В город Из региона В регион Даже Из семьи В семью То есть Есть обязательно Какие-то Обязательные Атрибуты То есть Они кушают Тоже пасту В рождественский Обед Или Разновидность Как мы говорим Вареников И пельмени То есть Это Равиоли Капелет И так далее Но Неизменно То Что На каждом Рождественском Столе Будет Кулич Если в России Куличи Пекутся На Пасху В Италии Панеттоне Да Это Рождественский Кулич Как раз Таки Именно На Рождество Похоже Немножко На наши Куличи То есть Чуть Другое Тесто Опять Они Бывают Конечно Разные Бывают С цукатами Сухофруктами Орешками Разными Всякие Разные Абсолютно Бывают Даже с начинками Панеттоне Вот И Самые Такие Как Перед Рождеством Всегда Начинается Такой Батл Что выигрывает Панеттоне Или Пандору Да То есть Такое Ежегодное Соревнование Панеттоне И Пандору Да Которое Вы видите Уже На следующей Фотографии Это Тоже По сути Кекс Как Кулич Но Уже Без Каких Либо Наполнителей Да То есть И чуть Другое Тесто То есть Ну Каждый Как бы Выбирает То Что ему Больше Нравится Да То Что Он Больше Любит Вот Ну Пандору Дословно Такого Как бы Золотой Хлеб Да Хлеб Золотистого Цвета Туда Больше Добавляют Яиц Наверное Да Желтка Я так Предполагаю Ну То есть Вот Эти Сладость Которая Абсолютно На каждом Столе Будет В Рождество В Италии Это Нуга Торроны Бывает Белого Да Цвета Бывает Шоколадная То есть Тоже Опять Таких Кто Любит Такую Выбирает В Нугу Обязательно Добавляют Орешки Фисташки Да То есть Иногда Бывают И Встречаются И цукаты Вот Какие То Сухофрукты Ну Как бы Основной Классический Вид Это Вот Значит Ну Это были Такие Основные Сладости Конечно Как я сказала Да То есть Это все Очень Индивидуально Кухня Как бы И вообще То есть Сладости Тоже Могут Отличаться В разных Регионах Ну вот Три Основных Таких Игрока Так Скажем Да Сладкого Рождества Это Вот те Которые Я Перечислила Они Будут Обязательно Везде Что Ж Хочется Вас Поздравить С Наступающими Праздниками Как вы знаете В Италии Да Основной Праздник Это Конечно Рождество Новый Год Отмечается Уже Не так Пышно Естественно Это Вообще В принципе Они Не особо Отмечают Как бы Они выходят Куда-то Гулять На площади Запускают Фейерверки Пьют Шампанское И все Как бы Загадывают Какое-то Желание И все Как То есть Ни такими Столами Не собираются Как в России То есть У них Все это В основном На Рождество Как мы Поздравляем С Рождеством Это будет Боон Натали Эфили Чиану Нову И счастливого Нового Года Ну Я вас тоже Поздравляю С наступающими Праздниками Желаю вам Всего Самого Хорошего Здоровья Успеха В учебе Да Чтобы вы Не теряли Всегда Какую-то Пытливость Ума Вот И Конечно же Изучали Итальянский Добивались успехов На Олимпиадах То есть В каких-то Различных Викторинах И так далее Ну Боон Натали Эфиличи Анну Нову Альведерчи Скорее Мичи